МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Ля Минор. Меня зовут Ксения Истрич. В эфире программа К нам приехал. В гостях у меня сегодня автор-исполнитель Эдуард Видный. Я судьбу не пытал на удачу, И фортуну за хвост не ловил. Своих садин и шрамов не хочу, Был гуляч и ветреный был. Никогда не дотрогая небы, Бела жизнь, да я ее брил. По дорогам за птицею счастья Я, как волк, одинокий, бродил. Далека та дорога, Может, путь мой лежит в облаках. А далека, далека та дорога, Но погрешной земле Все с Китаем сиял. Я бродил по дорогам нехоженым, И ветрам свою грудь подставлял. Километрами тропы таежные На судьбу словно ленты мотал. Быть прохожим по жизни умаялся, Но однажды ночною порой У костра я пред небом покаялся, И увидел дорогу домой. Далека та дорога, Может, путь мой лежит в облаках. А далека, далека та дорога, Но погрешной земле Все с Китаем сиял. Умирал, воскресал не однажды я, Находил и терял много раз. Играла разгульная, вражная Моя жизнь, свой безудержанный вальс. Сквозь туман наблюдал я рассветы, Дикий клевер, рассой угощай. Мне видали сто песен напето, Но дорога, где счастье искал. Далека та дорога, Может, путь мой лежит в облаках. А далека, далека та дорога, Но погрешной земле Все с Китаем сиял. Привет, Эдуард. Привет. Ну, представь своих красавцев. Игорь Безлевкин, гитара, Бас Владимир Панков, Ну и клавишные Ваня Красиков. Ваня Красиков, замечательно. Что же, рад тебя видеть, мне кажется, что ты вот в этом уходящем 2009 году был уже здесь, да, или это был 2008 год, вот я не помню. Нет, 2009. В 2009, да, вот как хорошо, как хорошо уходит год, сегодня же просто выпуск программы в этом году, в этом году последний. Очень приятно. Хорошо, когда люди, живя в одном городе, а еще такой город, как Москва, да, за год хотя бы два раза встречаются. Ну, лучше почаще вообще, особенно на телеканале «Ля Минора». Да, но для встречи в эфире я считаю, что это немало. Замечательно, и повод есть. Естественно, сейчас, я думаю, что уже большинство людей прекратили, наконец-то, истерику и агонию предновогоднюю, и вполне возможно, уже спокойненько сидят, расслабились, и, естественно, как-то вспоминают, естественно, то, чего хорошего произошло в 2009 году. Я думаю, что сегодня мы тоже так чуть-чуть поменем добрым словом уходящий год. Здравствуйте. Добрый вечер, Ксения. Здравствуйте. Добрый вечер, Эдуард. Здравствуйте. Прежде всего, с Новым годом вас. Спасибо, вас тоже с наступающим. Большое спасибо. Здоровья вам. Успехов на сценическом поприще. Светлана? Да. Где же ваша коронная фраза? Я вся в нетерпении. Подождите. Вас, Ксения, тоже я поздравляю с Новым годом. Спасибо, вас с наступающим. Спасибо. Эдуард, очень хорошо поете. Я вот вижу записи на ля-минор. Спасибо большое. Очень хорошо поете. Мне нравится ваш голос, такой лирический баритон. Мне очень нравится. Скажите, пожалуйста, занимаетесь ли вы в музыкальной школе? И сколько вам было лет, когда вы начали петь? Спасибо большое, Светлана. Спасибо большое, да. Я не занимался в музыкальной школе. Петь я начал дома с друзьями где-то лет, наверное, лет в 12. А первый раз вот так, чтобы на людях, это вот лет в 16. Наверное, первое мое было. Причем я его запомнил, свое первое выступление. Я пел совершенно там чужую, конечно, песню. Вот. Я очень волновался. Это в школе же было, наверное, вечер какой-то был, нет? Нет, нет, нет. Это у меня родители, они музыканты. Ну, такие кабацкие музыканты. И меня папа все, давай, давай. Я стеснялся, наконец-то решился, спел вот одну песню. Я запомнил это. Больше я не помню там провал в памяти лет на пять, наверное, уже всего остального. Но вот первую песню я помню свою. Как я пел и как я волновался. Но это опять-таки не твоя песня? Нет, нет, конечно. А когда ты написал именно первую свою песню? Ну, на мой взгляд, если взять профессиональную, как я думаю, песню, то есть такую, что осмысленную, наверное, лет 15, 14-15, вот где-то так. Ну, такой, молодой да ранний. Да. Так, сегодня, что касается музыкальной программы, я так смотрю, что какие-то и новенькие песни будут. Сегодня будут старые, новые песни, но их, наверное, очень мало кто слышит. Я сегодня хочу спеть, да. То есть сегодня будет презентация очень многих песен, несколько песен даже будут звучать, которые будут в моем третьем альбоме. Да, но ты тогда застри на них внимание, по той причине, чтобы я сказал свою любимую фразу. Премьера песни на телеканале «Ля минор». А, премьера песни? Можно уже начинать. А, если будешь ты со мной, так называть следующую историю. Премьера песни. Если будешь ты со мной, милая, Я отдам все то, что в сердце незримое, Ради чистой и святой любви, ради, ради, ради. Если будешь ты со мною, милая, Стану я твоими белыми крыльями, Чтобы ты могла летать над землей. Если будешь ты со мной, милая, Я зажгу на небе звезд для тебя, Чтобы ты могла мечтать рядом со мной. Если будешь ты со мной, нежная, Покажу тебе я море безбрежное, С белым парусом на синей волне, В тайне, в тайне. Если будешь ты со мной, нежная, Я отдам тебе всю веру с надеждою, Разожжет моя любовь для тебя, Пламя, пламя. Если будешь ты со мной, милая, Стану я твоими белыми крыльями, Чтобы ты могла летать над землей. Если будешь ты со мной, милая, Я зажгу на небе звезды для тебя, Чтобы ты могла мечтать рядом со мной. Если будешь ты со мной, Если будешь ты со мной, Стану я твоим крылом, Стану я твоим крылом, Чтобы ты могла летать над землей. Если будешь ты со мной, Если будешь ты со мной, Стану я твоим крылом, Стану я твоим крылом, Чтобы ты могла мечтать рядом со мной. Так, собственно, хорошая песня. Спасибо. Как бы сказала Светлана? Хорошая песня, Эдуард. Хорошо поете. Хорошая песня. Может быть, она была бы и права. Да-да-да, нет. Хорошая песня. А как давно она написана? Совсем недавно? Где-то полгода назад. Опять-таки в этом году. Этот год был плодотворный. Плодотворный? Ну, слава богу, я так скажу, Что последние три. За что ты можешь ему сказать Самое большое спасибо. Вот так, на вскидку. Какой-то самый большой плюс, Который ты почувствовал в этом году. За то, что он мне дал Родить еще какие-то песни хорошие. Вот так, чтобы ты и Светлана Могли сказать, что это здорово. И чтобы они, наверное, сопереживали. За это спасибо. Всегда же там вот, Когда там бьют с куранты, И так далее. Бьют куранты. Все равно человек Как-то хочет проговорить Вот самое, что вот ему хотелось. Сокровенное. Да, да. Про себя, как бы сказать, Самое такое главное, основное, Что бы ему хотелось, Что бы случилось с ним. Естественно, хорошее, разумеется. Вот. В следующем году. Вот. И, как правило, Эти желания абсолютно реальные. То есть, Такие абсолютно, Можно сказать, материальные. Там, я не знаю. Занять там первое место. Я не знаю. Выпустить альбом. Сняться в кино. Там открыть программу. Там, я не знаю. Открыть бизнес. Там, я не знаю. Что-то. Все, все. Выше перечислено. В Соединенные Штаты. Все вышеперечислено. Я очень хочу. Нет, нет. Я просто к тому говорю, Что, как правило. Ну, шок там куранты бьют. На самом деле, человеку, Человеку много не надо. По большому счету. По большому счету, много не надо. Особенно, если решительно некогда думать. Вот. Да. Ты помнишь, как в прошлом году, что ты загадал на 2009 год в 12 часов ночи? И вот так вот анализируя, хотя бы одно из этого сбылось или нет? Какое-то чудо произошло? Чудеса всегда происходят, когда мы в них верим. Я верю в чудеса, в такие реальные чудеса. То есть вот я хочу быть услышанным, например. Вот у меня такое желание, да? Ты почувствовал, что за этот год тебя большее количество людей услышало? Ну, на два человека точно больше услышало. И это уже приятно. Это те два новых знакомых, которые ты приобрел за этот год. Для меня как бы важно, если хотя бы один человек скажет мне спасибо за то, что я вот написал, как бы сидя дома, не для него, а просто. И он это поймет и будет вот со мной как-то. Это самое главное, на мой взгляд. И все. Это уже, значит, стоило эту песню писать. Следующее название песни «Справа налево», по всей видимости, это что-то наидыще. Эх, это будет... Вы что, вроде там «Справа налево». Мы-то все «Слева направо» пишем. Ну, да. В Китае сверху вниз. Это будет гитарная песня. Такая эмоциональная. Наверное, ее услышат только здесь, наверное. Ну, и где-то на выступлении. Вот премьеры первый раз пою, честно. С права налево, слева направо. И без конца, и без начала жизнь, словно лодку меня качало, качало, качало. То в небо вздымало, то в ум отбросало. Все дальше, 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 вот уж не видно причала. Мне бы окститься, переменится, остепенится, якорь на дно и остановится. Но не годится, ночью не спится. А значит, по-новой, 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 пока сердце стучится. Пусть пропадаю, пусть попадаю. Пусть я направо, когда все налево, пускай устарел я, пускай не гонаю. Но вольной птицей знать дано было родиться. И за свободу да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да я буду биться. Вскройте мне вины, вдрыск разорвите. Жажду звериную крою невинную, будто бы в пекле, захлеб утолете. Но я прошу вас, уж лучше кусайте, уж лучше стреляйте, Но небо над головою моею не закрывайте. Пусть я останусь никем не воспетый, пусть разобьюсь об скалы, Допускаю женщин, я буду не первый. Мне так по кайфу, и я не пытаюсь что-то менять. Я на волнах судьбы, как лодка качаюсь, качаюсь, качаюсь. Справа налево, слева направо, справа налево, слева направо. Справа налево, слева направо, справа налево, слева направо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Адорный, прекрасный, очаровательный и неунывающий. Мы вас очень любим. Спасибо, спасибо большое. И теперь как можно больше сверлых и добрых дней вам. И также вашему каналу. А теперь вопрос к Эдуарду. Здравствуйте. Удивительный гость такой. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я первый раз вас вижу, к сожалению, но... Наоборот, это ваше счастье. Ксения, вот, да, теперь на одного слушателя уже больше. Это очевидно. Вы находитесь в синем цвете, в синей рубашке. Это цвет самой реализации, а также цвет романтики. Вот не в крайней песне, а в предыдущей у вас прозвучали такие романтические очень нотки. Скажите, пожалуйста, вы романтик по натуре? Вы проецируете романтическую жизнь на ваше творчество или наоборот? Откуда вы черпаете вот это вот, если можно задать такой личный вопрос? Да. Вот, очень интересно. И раз уж поздравление моей нашей постоянной телевидительности Светлане, она не задала свой вопрос, а кто вы по знаку Зодиака? Да, точно. Отличное дополнение. Спасибо. Вам всего доброго и дальнейших творческих успехов. Мы теперь будем смотреть и внимательно следить за вашими. А где, кстати, можно увидеть, вот, как вас увидеть, услышать? Это тоже, кстати, вопрос. Я недавно открылся, у меня сайт, там можно как бы все гастроли ближайшие увидеть. По поводу романтики, да, я романтик, как бы сегодня будет много романтических песен. Но вот, например, справа налево, это совсем перпендикулярно. Да, вот я человек крайностей в музыке. У меня бывает настроение такого ударного какого-то плана, какой-то крик души, выплеск эмоций именно в сторону каких-то таких более мужских таких вот, как бы... Проявлений. Ну, проявлений такой, храбрости, силы. То есть есть такие песни, хотя я по натуре, конечно, лирик, люблю песни лирические, слушать люблю лирические песни и пишу лирические песни. По гороскопу-то кто? По гороскопу Козерог. Козерог. Тут два Козерога находятся. Два Козерога. Может быть, еще кто-то есть, я не знаю. Хорошо. Будет со мной и следующая история. Если нам чего-то необходимо узнать о той или иной песне, с какого она там, альбома там еще, потому что ведь Ирина не одинока в том, что вполне возможно, что прошлый эфир, например, кто-то не видел. Вот эта песня, которая сейчас будет, она лирическая. Эта песня войдет в следующий альбом, который сейчас готовится. Ну, собственно говоря... Как будет называться альбом? Пока я не знаю. А планируешь на какое время? На весну? На осень. На осень аж туда. Да. Я, да. Хотя материал готов, но я буду его дорабатывать. Хорошо. Будет со мной. Продолжение следует... Тишина Словно скрепки коснулись мячком, Так и год пролетает за годом, Как шаги под ее камучком, Но ее украдет тишина, И закроется дверь, Лишь не моя тоска, не теперь. Но ее украдет тишина, И закроется дверь, Лишь не моя тоска, не теперь. В тихом таинстве лунной сонаты, Словно снег на землю сошла, В цвете глаз ее меркнут агаты, Мягким моревым в цвете душа, Падет взгляд ее женской загадки, Губы манят своей теплотой, И во след я шепчу ей украдкой, Моя нежная сказка, постой. Но ее украдет тишина, И закроется дверь, Лишь не моя тоска, не теперь. Но ее украдет тишина, И закроется дверь, Лишь не моя тоска, не теперь. Но ее украдет тишина, И закроется дверь, Лишь не моя тоска, не теперь. Лишь не моя тоска, не теперь. Но ее украдет тишина, И закроется дверь, Лишь не моя тоска, не теперь. Я, кстати, что касается козерогов, я вспомнила один из кто-то из моих знакомых, астрологов, как мне кажется, наиболее дал такую характеристику для козерога, точную, на всякий случай. Она мне запомнила, что козерог это романтик, но который крепко стоит ногами на земле. То есть есть романтики такие, улетающие куда-то. А мы так улетаем, улетаем, да. Но все-таки заземляемся. Возвращаемся и понимаем, что это мечты, а это реальность. Ну, романтика же, у них же романтики бывают, лирики грустные, романтики такие у них. А есть лирики веселые? Есть. Здравствуйте. 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 Меня зовут Семен. Вы знаете, я восхищаюсь не только бокалом Эдуарда Видного, но его харизматичностью, физической стасью. И вот в этом плане такой вопрос в плане романтики, романтики с большой дороги. Меня терзают смутные сомнения. Вот судя по его брутальности, не имел ли он в пору отроческой юности какого-либо отношения к организованной преступности? А есть преступность неорганизованная? Хотелось бы пополучить. Благодарю вас. До свидания. Спасибо. С наступающим вас. Ну, всякое бывало. Всякое бывало. Нет, главное, вот мне... А мне весьма вот странно. Семен... Нет, Семен, например, я-то думала, что там, скажите, не имел там спортивное прошлое или... А оно спортивное, как правило, это... Или, возможно... Организованное. Да, или, возможно, какое-нибудь ВДВ там, я не знаю. Нет, понимаешь, просто организованное, как бы, прошлое организованное, если оно нормально, то там все нормально со спортом, все, ребята, как бы... Да, конечно. В принципе, по большому счету, так, по-простому, не главарь ли шайки? Да, банда. Ну вот, у меня есть такая, да. Кстати, о детстве, отрочестве и юности. Ты сказал, что с 15 лет, там, с 14 поешь... Вот, но, тем не менее, у тебя никакого музыкального образования нет, соответственно, у тебя какое-то другое образование. Среднее обычное. Школу окончил, все. И все? Да. Это неприлично. Согласен. Стыдно, кажется. Нет, ну, это... Это как-то... Ну, не серьезно. Как козирог, козирогу. Вот для козирога это вообще... Как козирог козирогу, нет. Для козирога это вообще немыслимо. Нет, как козирог козирогу скажу так, что я уже, в принципе, четко знал, что мне надо и что меня ждет. Нет, ну... Где-то уже даже начиная с 15 лет, я знал то, что мне не надо вот то-то-то-то-то и что мне надо. Нет, ну... А еще и лентяй. Вообще странно. Мы ставим так цель, хоп, ее достигаем. Как достигнуто, у нас сразу, чтобы не началась депрессуха, мы склонны к этому, нам надо сразу опять туда идти. В принципе, нам даже свойственно всю жизнь учиться. Ну вот в творчестве, поэтому самое удачное для нас это творчество. Потому что достичь как бы чего-то такого определенного в творчестве нельзя. Не знаю... Потому что если я скажу, что я написал самую лучшую песню, то писать дальше уже не имеет смысла. Ну, правильно, что все, я уже написал ее. Все остальное уже хуже, я уже это признаю. Ну, Константин Никольский, например... Нет, ну... Он написал 12 песен, говорит, все хиты, зачем писать, нет смысла. Пусть пишут новые песни те, кто... Он же не Козерог. У кого плохие старые. Это его фраза. Абсолютно. Пусть пишут новые песни. Каждому свое. Ну да, и сколько лет, и действительно, на ура, идя на концерт, ты четко знаешь, что ты услышишь. Ничего нового ты не услышишь. Хотя у него, по-моему, за последние пять лет, по-моему, две песни новые появились, но... Многие уже написали давно свои, наверное, самые лучшие песни, но они продолжают, они ищут, и они не говорят, что все, вот это было, и я уже... Они наоборот говорят, я хочу... Но на большую сцену серьезно, профессионально вот так вот заниматься в том смысле, что выпускать альбом, все ты, в общем-то, начал в нулевых, с которыми мы сегодня прощаемся. То есть не будем завтра прощаться, но в эфире с ними нулевые года, то есть... Ну... Бесконечности. Да, да, да. Нет, вот эти нулевые, это, в общем-то, 9 лет назад, по большому счету. Да? Ну, 9, 8. Вот так вот, профессионально. Ну, когда вот я на той станции работала, о которой мы говорили. Ну, да, о которой мы говорили. На той станции, о которой мы надысь говорили. Нет, на самом деле, ты чем-то занимался? Профессионально нет. Профессионально я занялся года, наверное, три. Вот видишь? А что ты для этого делал? Ну, где-то ты работал, куда-то... Я хулиганил. Ладно, ну, за хулиганство денег не платят. Или 5 немалых. Ну, все серьезно. Ну, всякое было уж. Всякое было. В шашлычникам работал я тогда. Вот, я думаю, вот этот вот фартук и вот этот вот. И какой-то, возможно, колпак, вот я прямо вижу. Да? Похож? Да, да, да. Очень-очень. Нет, кстати, в шашлычников влюбиться летом. Запросто, запросто. Особенно, когда есть хочется. Да, да. ветер шалопай. Так называется. Следующая история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ветер загулял под радуаром, Вода сточных трубок зашумел. Гонит листья по ночным бульварам, Словно от свободы ошалел. Как же ветер мы с тобой похожи, Я такой же вольный и шалопай. Но сегодня, как простой прохожий, Я спою, а ты мне подпивай. Оп! И с ветром подружились, Оп! И звезды закружились, Оп! Давай, 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 И меня в ветер догоняю. Оп! И песню мы запели, Оп! И листья полетели. Ночку эту мне отдай, Ветер, 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 шалопай. На полной грудь я вдыхаю волю, В эту ночь не нужен мне покой. Ветер, ветер от тебя не скрою, Ты всегда мне был, как брат лихой. Пусть собаки нам вдогонку лают, Заплутаем в свете фонари, Как по жизни мы с тобой летаем, Догоняй, посмотрим, кто быстрее. Оп! И с ветром подружились, Оп! И звезды закружились, Оп! Давай, 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 Меня ветер догоняю. Оп! И песню мы запели, Оп! Оп! И листья полетели. Ночку эту мне отдай, Ветер, 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 шалопай. Ого! И pulsées, Ого! Ого! Довторённой рубля! И звезды закружились Ветер, ветер, ветер шалопай Мне подсказывают, поступил вопрос, Москвич или нет, если в Москвич, то в каком районе хулиганил? Речном вокзале, речники. Ну там разгуляться-то хорошо. Есть где. Ну конечно. Там и лесополоса такая мощная. И водное пространство, так сказать. Окушить можно. Такой райончик. А там же и продолжаешь жить? Да, и продолжаю. Ну что, в преддверии Нового года как предпочитаешь встречать Новый год? Вот это, кстати, козерог декабрьский, январский? Январский. Да, январский. Мы же, по-моему, говорили с тобой, у нас что-то рядом с тобой дни рождения. Ну где-то там. Когда у тебя? 15. А, нет, у меня совсем. Совсем? У меня четвертого. Совсем. Совсем четвертого. Совсем четвертого. То есть проснулся и уже день рождения. Да. Как предпочитаешь? Или как планируешь, например, этот Новый год справить? Хочу хотя бы попробовать один Новый год справить дома. А у тебя так не получалось? Нет. То есть ты любишь... В принципе, производишь впечатление такого человека, который больше компания, там, то все. Да, нет, я не скажу, что я такой... Не, не, не. Я не скажу, что я тусовщик или там такой прям уж душа компании. То есть я скорее такой наблюдатель. Да ладно, любой поющий человек, который хоть раз стоял на сцене, он уже, он сразу начинает, так сказать... Хотя я люблю послушать, на самом деле. Встреча с поклонниками сразу. Я очень люблю когда послушать, чтобы вот в компании кто-то играл, наоборот, а не я. И слушать. Вот. А встречать хочу попробовать. Вот так, чтобы... Ну, с семьей я встречал, но я обычно раз и... Ушел. Вот. А мне хочется так, чтобы не ушел. Остался дома. То есть вот так вот встретить. Мне бы хотелось. Какой праздник-то семью ждет, оказывается. Да. Вот что задумал-то. Ой, видишь, что задумал. Дай бог, дай бог, чтобы удержался. Это самое сложное. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ксения. Ау. Я уже смотрю Александра Виднова второй раз. Вот, я из Малой Росславцы, Калинина Наталья. Угу. Вы знаете, я просто никогда ничего подобного не слышала. Я настолько люблю музыку и мои дети. Это же какого мать только сына родила. Вы не представляете, какой это ребенок. Вот я смотрю сейчас. Здесь вот накануне было, конечно, мужчина что-то выступал. Ну, я не знаю. У меня даже нет слов об этом певце. Вот где же достать бы диск или что-то. Я не знаю. Его нужно показывать каждый день. Мы просто, знаете, все воспряли духом. Вы не родственница его, нет случаев? Нет. Я уже из Малой Росславца. Ну, мало ли. Какой я родственница? Я даже не знаю, откуда этот человек, во-первых. Я уже все просмотрела. Уже, во-первых, я в возрасте. Но мне очень... Вот тот раз я как-то смотрела. Ксения, извините меня за нескромность. Один раз уже был Александр Виднов. Он выступал. Эдуард, Эдуард, Эдуард. А, Эдуард, да. Да-да-да, он был полгода назад. Вот. Вы знаете, мы все смотрели с семьей. Я даже плакала. Это так... Вы понимаете, какой голос? Как... Главное, сам пишет. Это что можно? Я не знаю. Нужно почаще показывать. Это такой праздник. Сегодня праздник. Поздравляю вас всех. С наступающим Новым Годом. И желаю, чтобы... Эдуард, вы почаще выступали, приносили такую радость для всех нас. Спасибо вам огромное. Уважение к вам, ко всем, Наталья. Спасибо, Наталья. С наступающим Новым Годом. Спасибо большое. Мне одного. Всего вам самого доброго. Я, например, обратила внимание даже больше на слова. Меня вот тронули, Наталья, на слова. Не на предмет того, что там талантливый, там пишет и т.д. А то какого сына родила. Она как человек в возрасте, как сказала, она увидела в тебе очень... Вот именно хорошего сына. Это очень такой тонкий комплимент. Это для меня человек, конечно. Я думаю, это вот, как сказать, музыка навеяла, что называется. Спасибо вам еще раз. Очень приятно было. Два крыла. Два крыла, да? Да, два крыла. Это тоже песня под гитарку. Да, это песня под гитару. Без неаранжированная. Раз неаранжированная, значит свежая. Я так понимаю, да? Не сказать, что свежая. Ну, я ее пока не делал, не брался за нее. Не перебирай, либо говори, либо... Да, не брался. Скажу, что эта песня у меня как бы в цикле таком, скажем, у меня немного этих таких песен, которые... Она посвященная. То есть посвящается. Наш-то, наш-то циклами пишет. Циклами? Циклами ваяет. Не обмануть нам с тобой Седой в юге до метели Нет, не пройдут стороны Обиды, боль и плачка перь И будет все не так И будет все не так И мы другие И будут говорить Что мы чужие Что мы чужие Но мы Как два крыла Свободной птицы Покуда вместе мы Нам не разбиться Не разбиться Если в тебе наболеть Ты поделись Со мною, милый Если в груди защемит Я помогу Нам хватит силы И если холодно тебе Меня коснись Я прогоню твой глупый страх Ко мне прижмись Ко мне прижмись Ведь мы Как два крыла Свободной птицы Покуда вместе мы Нам не разбиться Не разбиться Ведь мы Как два крыла Свободной птицы Покуда вместе мы Нам не разбиться Покуда вместе мы Нам не разбиться Слушай, ты сказал, что У тебя родители Ресторанные музыканты, да? Соответственно, ну это как? Как у нас вот там Называют закулисными Детьми, да? Вот кто из театральных семей Потому что Театр Родной дом, да? Второй дом Вот Так, по всей видимости Для тебя Ресторан был В общем, наверное, когда Может даже сейчас есть Другое немножко отношение К ресторану Нежели у человека Который туда просто приходит Поесть Ну конечно, у меня Тем более, если ресторан С живой музыкой То есть стоят ребята Какие-то Неважно Сейчас много Одни девчонки играют То есть одна, например Женщина стоит Поет Сама и заряжает Вот эти все Но отношения у меня Конечно, очень уважительны Потому что Ну все мы То, через что мы прошли Как бы видели Как бы это вот А ты играл в ресторане? Из кухни? А? Ты играл в ресторане, да? Ну конечно Я и пел в ресторанах Ну я имею в виду Ну не так, конечно, много То есть Ну Был у меня такой период Когда все-таки Я вот прошел через эту сцену Может это и была школа Какая-то тоже уже Нет, школа безусловно Другое дело, что Когда человек сам не пишет Ну просто, например У него есть и хорошие Вокальные там данные И так далее Это да Там же репертуар-то понятно Конечно Нет А когда Есть свои песни Хочется же петь свои песни Чтобы свои А там свои-то А я тебе, знаешь, скажу, Ксюх Я не хотел Петь свои на тот момент Я очень долго шел к тому Чтобы вообще Когда-то, кому-то, как-то Ну кроме там Совсем близких людей Спеть свою песню Потому что я и до сих пор К ним отношусь Очень критично Я вот сегодня На свой страх и риск Пою эти вот Преодолевая То есть как надо С комплексами Какими-то бороться Их Самый вот Выставлять на показ То есть Свои какие-то эти Вот я Сегодня, можно сказать Вот эти все песни Которые я не пел Я думаю, зрители не лукавят Когда звонят И говорят Я слышу сегодня Я слышу сегодня Для меня Это ну выше Выше любых там Вот каких-то наград И всего Вот эти вот слова Давай еще послушаем Давай еще послушаем А вас беспокоят Из Красноярска Я хочу просто поблагодарить Эдуарда Видного За хорошие песни Спасибо большое Спасибо Спасибо вам большое Ну вот Ну вот Что это Что Я счастлив Спасибо вам Спасибо Я очень счастлив Правда Искренне А ты любишь Свой день рождения? Нет Почему? Грустный праздник День рождения Год прошел Все Я повзрослел То есть только вот Из-за Из-за Инфантильных Каких-то Соображений Я даже скажу Новый год Особо Как бы так вот Потому что Проходит год Конечно он принес Что-то хорошее Что-то плохое Я могу сказать Что он удачный был год И спасибо ему большое Я Новый год не люблю Честно говоря Ну как праздник С детства Да Ну с детства Может быть еще До какого-то времени Я очень любил Потому что я Верил в подарки У меня папа Дед Морозом Работал Какой праздник Я все это видела Кухню всю эту изнутри Ну нет конечно Как он там собирается Вот это все Наклеивает все Я потому что ждал Я смотрел на своих ровесниках Вот дебилы думаю Вот нет Ждут они дедушку Дедушку Здравствуйте Нет Я так Вот Я лазил Честно говоря Под елку И я ложился спать Меня мама будила В 12 Ребенком Совсем маленьким Потому что я очень просил Ее вот чтобы я Ну я же должен Я потом ложился спать Но я обязательно должен Это был увидеть Что там лежит Да Хотя особо В Деда Мороза я не верил Если честно Особенно Но в подарок Я очень верил Конечно Что родители Родители это купили Его другое Не знаю Мне кажется Новый год Можно каждый день Устраивать Вот я не знаю Тем более в Москве Мне кажется Он у нас каждый день устраивает Раньше двух часов ночи Никто не ложится спать У нас же каждый день Новый год И пожалуйста тебе В полночь Ну праздников У нас же в Москве тем более Ну да Абсолютно Не знаю Еще в связи С отсутствием дефицита Тогда-то еще Это был праздничный стол Можно было что-то вкусненькое поесть Да У меня есть колбаса с салями Ты заходи Да У меня есть У меня икорка А у меня мандарины марокканские Да И это был уже праздник А сейчас это как-то Вот я не знаю А сейчас не заваляйте Что-то пряник Особо Всю ночь сидеть Есть и пить Вот я не знаю В чем прикол Ну просто сама атмосфера Мне нравится как раз после Нового года Вот когда под вечер После новогодней? Да Мне нравится Да-да Первый вечер Первый вечер И вот когда можно отправиться К кому-то в гости С кем-то И уже все Суета это все Прошло И пошло какое-то вот новое Спокойное уже Суета Началась вяло текущее Да-да-да-да Все очень медленно Никто не знает Да-да-да Без истерики Ну как-то так вот Хорошо Душевненько Душевно Обычно потом душевно Все сидят Десять дней С первого по тринадцатый Как поется песня Несчастного случая Алло Здравствуйте Здравствуйте Я звоню из Алматы Благодарим Эдуарда За хорошие песни Пишите нам песни Мы вас любим Слушаем вас С наступающим И с Новым годом И у вас Спасибо С вас наступающим Да у вас Кстати вот Как и в Красноярске Собственно Откуда звонила Предыдущая Зрительница У вас же раньше придет Двадцать десять Спасибо большое На пять часов На четыре часа Там у кого Какая разница В Красноярском По-моему пять часов Или что-то в этом роде Я хочу сказать спасибо На самом деле Всем вот Кто сегодня звонил Будет может звонить Спасибо вам за ваши Теплые слова Они Они для меня Для как Для человека творческого Самое важное Что есть вообще Потому что Мое Я сейчас хочу сказать То что Мое желание Если честно В Новый год То о чем мы говорили Это быть услышанным Всегда То есть Не то что победить Первое место Ура То есть я Достиг там Первое место Какое-то взял вершину Просто чтобы меня услышали А как ты об этом узнаешь Как ты думаешь Вот Меня Вы предоставили мне Большую возможность Такую За что вам спасибо Ну эфир-то не каждый день Правильно Да Ну вы же мне его дали Все-таки хоть раз Да вот Ну да Люди смогли мне сказать Какие-то слова Такие теплые Вот такой вот подарок К новому моду Для меня Самый лучший Между прочим Я честно Искренне говорю Давай еще одну песню Давай Я думаю что Ну и не одну естественно Но просто Люди же хотят послушать Еще и еще Летите голуби Над городом любимым Пролетают облака Под облака Голуби летают И пусть прищуром Смотрит вся дворовая Братва Как чернопеги Стоит Поднимает А там За облаками Выше голубей Если веришь То видна дорога И не даром Присказка Есть среди людей Тот кто смотрит В небо Видит Бога Летите голуби Мои Летите Для вас Свобода Высота К небесному Престолу Донесите Православных Храмов Голоса Летите Голуби Летите Пришли Года Лихие Лихие Времена И добродет Меряют Деньгами Осталась Неизменной Лишь Воровая Братва Чьи души Кружат Вместе С голубями Не зря Все наши Слезы В церквях У алтаря И у Распятия Свечи Зажигают Не зря Смеются Дети Любим Мы не зря Пока под небом Голуби Летают Летите Голуби Мои Летите Для вас Свобода Высота К небесному Престолу Донесите Православных Храмов Голоса Летите Летите Голуби Летите Летите Голуби Мои Летите Для вас Свобода Высота К небесному Престолу Донесите Православных Храмов Голоса Летите Голуби Летите 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 Голуби Рождество Кстати, извини, Ксюша, хотел сказать, что спасибо Володе Панкову он написал, в принципе, слова этой песни. «Летите голуби», да. Красиво. Мы с ним как бы, да, иногда вместе. Вот эту песню написал Володя, ему огромное спасибо, я написал музыку на нее, и вот получилась вот такая вот замечательная, на мой взгляд, песня, которую я очень, кстати, люблю. А Володька у нас разводит голубей. Да ладно, вот это тоже так. Это так по-московски. Старый голубятник. Это так по-московски, и на самом деле очень мало сейчас голубятников, очень много. Очень мало. Раньше-то в каждом дворе было. Я помню в детстве, просто вот вообще... Кроликов там еще держали. Кроликов, да, 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 да. Сейчас совершенно этого... У тебя есть какое-нибудь животное? Кошка. Кошка? Любишь кошку? Ну, я уж привык к ней, мне ее подарили давно. Я ее, ну, что ли, я не могу, она же бегает, живая, все. Люблю, конечно. Хорошо сказал. А что делать, подарили? Люблю теперь ее. Теперь приходится любить. Слушай, кто-то интересовался? По-моему, это Наталья, которая в тебе разглядела хорошего сына. Ну, звонила. Да, 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 я помню. Она же, по-моему, сказала, что где можно приобрести продукцию. И я вот тут что-то вспомнила, что... Почему у меня ощущение, что мы с тобой прям виделись чуть ли не позавчера. Я в один из музыкальных магазинов заходила недавно. Да, 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 да. Там мы виделись. Да, могла я там видеть твой альбом, да? Да, могла. Потому что вот прям... Ты заходишь, я прям думаю, да что ж такое-то? Стоит. Ну, прям каждый день. Каждый день стоит. Что ж такое-то? Прям даже не успела я соскучиться. Так что, в общем-то... Нет, есть, но не знаю. Еще в очень крупной сети, все прекрасно знают, магазин фирменный, там есть это абсолютно. В разделе шансон, авторской песни. В разделе Эдуард Фирмин. Да, раздел такой Эдуард. У тебя же цикл. Циклами, да. Цикл. Цикличность. Здравствуйте. Сюша, добрый вечер. Здравствуйте, Владимир. Сегодня вы нам подарили вечер счастья. Да ладно, серьезно, я рада. Серьезно. Эдуард, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам огромное за творчество. Вот лучшего, но предновогоднего подарка ей желать не стоит. Спасибо вам за все. И удачи, успехов вам. Спасибо. Знаете, лучшего пожелания. Спасибо. И лучшего подарка, как я сегодня слышу, тоже пожелать, поверьте, для артиста нечего желать. Очень многие звезды жанра сейчас ненавистно выключили канал. Да, наверное. Наверное, туда и мы дорога. Это вас поздравил, видный, с Новым годом. Те, кто выключил вот так вот ненависть на канал, всех поздравляю с этим. И правильно сделали. Хорошо. Нет, ну просто как это, лучше под... Вот действительно, это, наверное, действительно... Ну пусть не любят, но ненавидеть-то не надо, за что ненавидеть. Нет, ну, например, Иванов думает, ну вот, я бы под Новый год, вот это было бы супер. А Петров такой. Ну как, ну... В другом конце Москвы. Ну, звезде, звезде должно быть все-таки стыдно завидовать. Да. Да, ну звезда это уже человек достигший, ну что завидовать, порадоваться можно... Звезда это, когда лучи мешают в трамвай зайти. Ну, если мы про этих звезд говорим. Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть-чуть погромче. Звонит в Красноярске. Красноярское крае. Город Листосибирск. Мы хотим услышать Эдуарда Видного. Ну, вот, пожалуйста. Вот. И хотим на праздник, чтобы он спел нашей семье хорошую песню. Обязательно. Спасибо большое. Я буду петь и стараться только хорошие песни. Я, если не ошибаюсь, представился мужчина. Я из Красноярска вор-рецидивист. Да? Нет? Я буду хорошие только петь песни. Или у меня галлюцинации. Не знаю. Галлюции, я бы сказала, нации. Да. Не знаю. Не, ну из Красноярска может. Можем. Нет, ну а почему бы нет? Я стараюсь петь песни, как... Так их ловят. Звонят на ля-минор. Да. Какие у меня есть хорошие, ну, вам судить. Операция Перехват работает. Так, ты спи, следующая песня. Время немного осталось, а хочется все-таки все, что мы запланировали, что прозвучило. Песня немножко такая, она вот как раз под статью погодей и вообще, как бы такая снежная немножечко. Приборошила замело. Запорожила занесло, дороги Москвы, дороги Москвы. А город спал, не видя чудо, как снегопад валил под утро на старые дворы. И все казалось мне таким чудесным. И сердце замерло. И сердце замерло на миг. Трое Jacques А mankind Он. И сердце замерло. Не подтянул я Pulauk Как на я носуと思ил Сегодня я не спал, дремал немножко А мир переменился за окошко до утра И все казалось не таким чудесным И сердце замерло на мир Открой свои глаза, проснись, принцесса И посмотри на этот мир И ты тихонько спишь, я не смею потревожить Твой хрупкий сон, он мне всего дороже И пусть красавица зима, и пусть снежинки все кружат Ты спи, а я Когда проснешься, расскажу Как снег кружился на ветру Любовь твоя А ты тихонько спишь, я не смею потревожить Твой хрупкий сон, он мне всего дороже И пусть красавица зима, и пусть снежинки все кружат Ты спи, а я Когда проснешься, расскажу Как снег кружился на ветру Любовь моя Девушки отдыхают К вопросу мне сказали во время песни Оговорка по Фрейду, то есть что слышится-то мне, услышалось Вор, рецидивист, я сказала Оказывается, это город Лесосибирск Город, ну там есть Реда, город Лесосибирск Вор, рецидивист, понимаешь? Вот это вот все Вот это вот У нас есть телефонный звонок из Германии, если я не ошибаюсь Здравствуйте Алло Здравствуйте 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 Говорите, говорите Здравствуйте, вас беспокоит действительно из Германии Здравствуйте Я хотела сказать, Эдуард, у вас шикарный голос, прекрасная подача песни, превосходный артистизм Я желаю вам творческих успехов, аншлагов И хотела тоже сказать Владимиру Панкову, что он тоже замечательный поэт, тоже творческих успехов Вот смотрю и действительно мне очень нравится передача Ле-Минор и ваше выступление сегодняшнее Поэтому искренне вам желаю Спасибо большое Спасибо Как там Германию занесло снегом, нет? Да нет, вы знаете, у нас наоборот, к сожалению, дождь идет Ааа, ну у нас тоже два дня назад шел дождь А сейчас вот так вот снегу Вот так вот Вот так вот Тебе сейчас видно не будет Спасибо большое Спасибо Идешь нос по метру Хорошо Лучше пусть у нас в конце останется немного времени Поэтому я тут сейчас не разваливаюсь Так Оставь меня Так, поем, да? Еще одна гитарная песня Да, гитарная, точно Точно Вот, попробую ее Первый раз вообще ее пою даже Вообще никогда не пел Так ты говоришь, по-моему, перед каждой песней Ну, это вот сегодня все Ну, есть песни, которые я как-то хоть как-то где-то как-то А вот это вот одна из тех, которые я вот буду сегодня Оставь меня Мое пророчество Оставь меня Моя звезда Оставь меня И уходи И уходи, коль хочешь И уходи, коль хочешь Так легче Моя звезда Оставь меня Оставь меня Оставь меня Так легче все забыть Оставь меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да? Вот, постоянно бы Например, раз в неделю бы Или там раз в месяц Пел бы свои там песни Да? Остальное так вот Знаешь, ведь смотри Сколько только за час пятнадцать Сколько поклонников твоих Они же все потенциально приходили бы туда есть Вот, соответственно Оп, понимаешь? То есть ты приходишь туда Пусть бы они туда слушают Нет Ну, я понял Есть и слушать Нет, я имею в виду Они именно в этот ресторан будут переходить Не в другой Вот здесь это есть какая-то такая История какая-то Есть Может, мне лучше свой лучший ресторан Был бы открыть Нет, это надо уметь Это очень тяжело Это надо уметь Да я понимаю Я понимаю Ну, мы-то, ты ж козерог тоже Бизнес нам же присущ Подумаем Нет Не, не будем Ну, значит, лучше здесь, может, останемся Нет, нет, нет Пусть нас здесь, конечно Просто попросить, чтобы денег больше платили Молодец Тебя чаще крутили, а мне больше денег Подход у тебя, вот, видишь, какой камер Козерог Козерог Хорошо Русский разгуляй Завершающая сегодняшнюю нашу встречу Да, да, да Суть веселенькая Хова! Поехали От Казани до реки окипели водку мужики Из покон веков гуляли Чем попала заедали Говорить те есть ответ Мол, такой менталитет Из понятия другое Слушайте, оно простое Нужно попухать Эй, эй, эй Русский разгуляй Коля наливай Давай на пассажок Плесень не сошок Эй, эй Русский разгуляй Коля наливай Давай на пассажок Плесень не сошок Водка есть Найдем и повод Повод есть Пошею в омута Ну, давайте, молодцы! Как учили нас деды, как учили отцы Эй, эй Русский разгуляй Коля наливай Давай на пассажок Плесень не сошок Эй, эй Русский разгуляй Коля наливай Давай на пассажок Плесень не сошок Эй, эй Русский разгуляй Коля наливай Давай на пассажок Плесень не сошок Эй, эй Русский разгуляй Коля наливай Давай на пассажок Плесень не сошок Поехали в Новом Годовске! Что я могу тебе сказать, Эдуард? К сожалению, мне вот только что принесли те смс-сообщения, которые пришли. Очень много, ну, практически все вопросы, которые вы задавали, друзья, были здесь заданы. Ну, а хороших слов, как говорится, много не бывает. Поэтому Мария из Москвы, спасибо, Эдусик, мы вас обожаем. Вот так, Эдусик, так и гриво. Потом Эдуард из Мельтищ, тоже очень хорошие слова. Антон из Москвы, Гайдар из Казахстана, Андрей, Одесса, Анна, живем в Израиле, на Новый Год приехали в Москву. В общем, куча-куча-куча, спасибо вам большое. То есть практически всемирно известный Эдуард Видный. С наступающим Новым Годом! Вас тоже, друзья, не забудьте, что в этот Новый Год солнечное затмение. В 22.12 по Москве встаньте под холодную воду, подумайте о том плохом, что было в этом году. И вместе с водой все это уйдет, и в следующем году ничего дурацкого не произойдет. В наступающем встретимся в 20.10 всегда, Маша, с Министрич. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!